Каркас уже готов, рабочие монтируют кровлю, заводят тепло и электричество. Будущий инфекционный корпус Павловской ЦРБ. Всего 12 мест. Почти так же, как было в старом здании, но разница ощутима уже на этапе планировки. Также в каждой палате будет подведен кислород, полное необходимое количество оборудования. Также еще в нашем инфекционном корпусе имеется пристройка, где будут находиться кабинеты для приема тезиатрических больных, больных туберкулезом, отдельно кабинет для приема, процедурные кабинеты для забора мокроты. Прежний инфекционный корпус стоял здесь же, но за 50 лет здание стало настолько ветхим, что ремонту не подлежало. Строят корпус стоимостью 160 миллионов рублей в рамках краевой адресной инвест-программы. Планы сдать объект должны в сентябре, но сдадут ли? Из-за внешних событий теперь проблемно доставлять в край стройматериалы. То, что касается отделочных материалов, на сегодняшний день пока еще ситуация непонятная, потому что те производители и поставщики лакокрасочных изделий, отделочных материалов, плитка, линолеум и прочее не могут определиться с стоимостью материалов. На сегодня у рабочих есть все, чтобы стройка не встала. Бюджет пока не пересматривают. Но если это случится, то стоимость работ вырастет почти на 24 миллиона рублей. В целом же в крае в этом году строят три объекта в рамках КАИ. Туберкулезную больницу в Новоалтайске, пристройку в ЦРБ Родина и больничный комплекс Алтайской ЦРБ. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.